И как проводили телефон, дорогу? Значит, на территории поселка жила мама, царь с небесным обоем, первый секретарь от Комбарон. Ну, вроде же. Она приехала сюда к маме, мы с ним проконтактировали, пообщались, подружились. И он мне своим волевым решением выделяет бригаду, кабель, материал на телефон. Район воспользовался этим. И моё хозяйство, которые родили телефон еще в три хозяйства. Значит, если хочешь жить, например, предприятием, то надо вкладывать. Не будешь вкладывать, не будешь жить. Вот производство этого хозяйства по зерну выросло порядка 15 раз, за моё промоение. В 15 раз? В 15 раз. Производство сахарной свеклы выросло порядка 70 раз. Она была сахарной свеклой изначально? Вот мой предшественник получил Волгу за то, что он сдал 2000 тонн. Волгу даст в этом году, мы сдадим 140 тысяч тонн. Это сколько Волга? Значит, производство подсолнечника выросло в раз 12-15. Молоко, мы бросали его, выросло в 10 раз. Это от того, что техники много, или там жилья много строим, или дороги там строим, или газифицируем, или там боулинги, и всё остальное. Для того, чтобы жить, надо вкладывать. И на сегодняшний день не только в производственную сферу, но и в социальную. Не может быть на селе молодёжи, не пойдёт она на селе никогда, когда будущий её ребёнка или внука не будет гарантирован. В школе, в русских, это самое, боксёров там ездить, тренировать, плачу я там этим спортсменам, мастерам спорта, иностранный язык. Сейчас вот открою, я тебе Богу, на будущий год сделаю плавательный бассейн, будет художественная гимнастика, и так далее, и тому подобное. Всё, что необходимо для детей, которые могут получить образование в курсе. Была возможность выучить детей, и дать им образование, и дать им навыки, и дать им способности иметь всё, что они могут иметь в голове. Хочется на пьюицей быть, пожалуйста, пусть занимается пьюицей. Хочется на иностранном языке заниматься. Я не знаю, но английский язык практически объехал полмира. Ну, сейчас пытаюсь, чтобы мои дети знали, но это всё не знали. И это необходимо, это жизнь. И если этого не добьёмся, не будет этого в деревне? Не будет в деревне. Как бы там ни платили, какие бы зарплаты мы ни давали, что бы мы там ни говорили, каждый родитель думает о своём дитя, о своём будущем дитя. Это правильно. Я пришёл из земли, или с земли. Я с шести лет пришёл на работу. Я могу сказать, что тот период, в котором мы сейчас живём, он, конечно, такой богатый, своеобразный. Но неопределённость, и самое страшное, это бездействие наших законодательств, в своём основе. Оно вызывает опасность. И не только моё, как бизнесмена, имеющие какие-то капиталы, а просто в больницу в течение, допустим, сегодняшнего страшного поведенного периода можно попасть по блату. Сколько людей заболело? Если я не позвоню там кому-то, министру, хренистре и наподобие, и в больницу не обределись, это же проблема, это же дико. Я считал и буду считать, что частная собственность или частное производство в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля, это нормальный, правильный, производительный. Это более высокопродуктивное производство. Как бы там ни было, любой из нас в своём огороде работает лучше, чем на кого-то, на дядю. Даже при частном моём производстве наёмный механизатор-водитель пытается каким-то образом обдурить, обхитрить и получить побольше. А ведь на огороде бы дурить своём некого. Что потопал, то я полопал. Вот и всё. Михаил, но вы бы как частник провели бы газ, водопровод, телефон? Ну я же правил. Я повторю ещё раз. Сейчас, если человек думает о том, чтобы его предприятие развивалось, и он не хочет вкладывать в социальную сферу, нет у этого человека, частника будущего. Не будет никогда у него людей, которые будут на него работать. Но здесь не будут доставаться все и вся. Если не будет школы, не будет садика, не будет где выучить этого ребёнка, ни где не будет, где самому отдохнуть. Вот в том боулинге, где вы были кафе, ни одного праздничного дня, ни одной субботы, воскресенья нет свободного места. Все дни рождения, которые собирали для детей, сегодня все собирают там. 5, 10, 15 детишек, они там играют. Они получают удовольствие. И это, наверное, на сегодняшний день доступно во всем городским людям. А почему в деревне это должны не получать? И кто будет жить, где ребёнку, кроме как грязной улицы, где ребёнку, кроме как навоза, ничего не отведено? Это же не пойдёт. Никто не будет так. Вот если здесь будет всё, то в город отсюда никто не поедет. Никому он не нужен. С тем социализмом, коммунизмом, или как вы там называете, да, хлебушка у нас стоит 12 рублей, и он в городе за такие деньги нигде не купит. И зарплата у нас такая, которую в городе не получит. И так далее, и там подобное. Там мясо, молоко и прочее мы выписываем всё дешевле, и намного легче прожить. И за воду, за то, что у меня в доме вода, я плачу в месяц 10 рублей. В городе такого не найдёт. Но если здесь негде будет учиться моим детям, внукам и так далее, и там подобное, разве кто-то останется, и кто-то удержит меня этим? Поэтому нормально думающий руководитель, какой бы налчный ни был, не будет он на этом экономике. Социальная сфера должна шагать даже впереди производственной. Тогда даже на плохом тракторе, даже на плохой машине, этот человек сделает значительно больше, чем на любом новом. Но, конечно, в сегодняшней технологии, говорят о том, что надо приобретать, надо покупать, надо строить. Вот всё. Для всей России, для себя в хозяйстве, да? Такое, что нужно изменить, чтобы завтра было лучше. Заставить работу закона. Заставить соблюдать законы. Какие? Все законы. И главное, чтобы эти законы работали для любой категории граждан. Законы должны работать для любой категории граждан. Не должно быть ни сынков, ни пасов. Ну, тяжело здесь работать, тяжело. Ну, не хотелось уехать в город. При вашей специальности. Я в городе жил всю нашу пять лет, пока учился в институте. Да. Меня бесит, что мне по роду деятельности приходится быть в Москве больше трёх дней, я там у него не жил. Любая городская суета меня бесит. Я объехал полмира, я вам говорил. Мне в городе жить, вот просто жить. Мне многие говорят, ты богатый человек, самодостаточный, самобеспеченный. Что ты не живёшь? Что ты на пенсию не идёшь? Я не могу вязать. А для чего вы строите людям? Мы посмотрели целую улицу. Как это для чего строить? А где же я буду привлекать людей? Ну, а как же, вот у вас вроде сформировалось общество. Тем не менее, люди входят на пенсии. Тем не менее, каждый год мы расширяемся. Каждый год мы увеличиваем объём. Кто это будет делать? Увеличивайте объём. Каждый год. По сравнению с прошлым годом, мы объём организации увеличили на 500 миллионов. В этом году. И так каждый год. Вот если взять население, то, которое на сегодняшний день проживает, примерно 50% людей приезжают. Я их привёз. Оттуда, отсюда, оттуда, отсюда. Я ездил в Суваши, Пензенскую область. Где только я не был, чтобы каким-то образом заманить сюда контингент. По этому году у нас будет выдано бесплатно. 20 примерно путём в Сантуке. Будет подарено примерно 5 автомобилей. Как бы там ни говорили, какие бы там подвиги не делали руководители, без людей никто ничего не делал. Никогда и нигде. Поэтому людей, которые у нас работают и заслуживают, так скажем, хвала и честь, и зарплата 150 тысяч, из 300 примерно случилось. Примерно случилось. Да, много раз. А какие должности предлагали? Главой. Кем мне предлагали? Главой чего? Грайона. А почему не пошли? Во-первых, я очень скандальный. Я не люблю, когда мне кто-то что-то говорит. Меня приглашал на этот лошадь в Саяцку первое. Я ему сказал, Гмитрий Фёдорович, я врать не умею. Ты завтра заставишь мне написать уважаемость там в 20 сентября. А её нет. Я ни за что не напишу. Послезавтра ты меня выгонишь. Зачем мне это надо? Так вот я сижу до сих пор на своём столе. И не жалею тебя. И не жалею тебя. Хотя не хотели подать сюда, но попали. Так случилось. Самая большая награда, вот как я говорил, у нас с Санинским не очень складывались отношения и до сих пор. Человек, который пытался меня ОМОНами запугать и всякого рода сделать, я добыл Санинский. Он вызывал мне тут эти ОМОНы. Всякие роды. А когда он приехал, я находился в Египте. Самое приятное было, когда он начал рассказывать, что я такой нехороший и так далее. Потом один из мужиков, который никогда не отнесался лезть в мой адрес, стал говорить матом. Пошёл он отсюда. Мы сами знаем, кто есть кто. Нам жить даёт. А ты кто такой? Взяли, подошли за руки и вывели. Вот это самая дорогая награда. Что вас больше всего радует? У нас в посёлке живёт в общей сложности порядка 180 детей. Из 800 человек жителей, 850 человек жителей, четверть. Вот это вот больше радует. У меня прекрасная семья, у меня прекрасные дети, у меня прекрасные внуки. Да вот и всё. Дочь собралась за одним, или за одной, как она говорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова